Девушки отдыхают Разработчики игры Soccer Fury решили показать нам, как выглядит настоящий дворовый футбол. Известный японский теннисист Сузо Муцуоко, в 1998 году покинувший большой спорт, возглавил некоммерческую организацию «Глобальный спортивный альянс». Цель независимого движения – защита окружающей среды от вредных воздействий спортивной индустрии. Руководствуются работники организации тремя основными правилами – сокращение, повторное использование и переработка. Одной из самых широких акций стала массовая переработка теннисных мячей. Поддержали проект учащиеся полутора тысяч школ, которые заменили резиновые наконечники ножек своих стульев и парт на испорченные теннисные мячики. В Новой Зеландии есть город, главной достопримечательностью которого является аттракцион. Механически он больше всего напоминает огромный маятник, висящий между двух гор. На конце троса находится ракета с пропеллером мощностью 60 л.с. Человека в качестве ее пилота привязывают к низшей точке маятника. Далее с помощью специального разгонного устройства ее поднимают на высоту около 65 метров и отпускают. Билет на такой аттракцион обойдется в 140 долларов. Лодка «Дельфин» производства фирмы Innespace представляет собой небольшой одноместный катер с герметично закрывающейся кабиной, как у реактивных самолетов. Аппарат может полностью погружаться под воду. В движение «Дельфины» приводит двигатель мощностью 175 л.с. Максимальная скорость составляет 48 км в час. Корпус сделан из пластика, что довольно опасно, поскольку любая оты или коряга может погубить не только лодку, но и пилота. По аналогии с большим и настольным теннисом, недавно появился новый вид спорта – настольный гольф. В комплект игрока входит несколько фигурок, каждая предназначена для удара определенной силы и однолунка. В Европе уже состоялись первые соревнования по настольному гольфу. О дальнейшей перспективе развития этого вида спорта остается только гадать. Но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что эта игра станет очень популярной среди руководителей среднего звена, офисы которых не позволяют обзавестись настоящим мини-гольфом. MX vs. ATV Unleashed – это суперигра для настоящих фанатов мотокросса, мототриала, четырехколесных квадроциклов, бигфутов, ролейных баги, мини-байков и даже самолетов. И все эти транспортные средства в мотоциклетной игре. Скорее всего, разработчики старались компенсировать аркадное поведение и управление мотоциклов количеством и разнообразием представленной техники. Вас также обрадуют множество треков, несколько режимов игры и всевозможные финты, которые вытворяют спортсмены на мотоциклах. Конечно, по обычным трассам тоже забавно кататься. Только загорелся зеленый свет, пока все только начинают трогаться какой-то чертяков, свече уходят со старта. Проходит еще пара секунд, и гонщик делает ошибку при заходе на следующий трамплин. Жесткое приземление, но все равно забавно. Догоняем соперников, с легкостью предоеваем парочку небольших холмов, и снова ошибка при заходе на трамплин. Какой смачный удар в стену! Восстанавливаемся и едем дальше. Небольшая гребенка и шикарный полет с трамплина. Именно этими классными прыжками игра цепляет не по-детски. Жаль, что очень сложно управлять камерой и техникой одновременно. Все эти АТВ и Бигфуты увлекают, но интереснее попробовать режим покорения горы. Это что-то вроде урезанного мототриала. Но здесь все намного проще. Готовимся к старту. Резко набираем скорость. Поскольку заезд проходит очень быстро, главное вырваться вперед и не задеть никого из соперников. Выигрывать легче на АТВ. Полный привод и четыре колеса дают гарантию, что при легком столкновении можно будет тронуться в крутой подъем и продолжить гонку. Но самые крутые и захватывающие заезды — это фрирайд. Где за прыжки и трюки в воздухе вы будете получать очки. Набираем скорость небольшого холма и сразу же взлетаем на здоровенный трамплин. Очень длинный пролет. И для начала показываем простенький наклон мотоцикла, за который нас даже очков не удостоили. Тут же разгоняемся на следующий трамплин, быстро так двигаем обеими ногами влево-вправо Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Только что всё было отлично. Хороший прыжок, красивые чёткие движения и такое ужасное приземление. Ладно, не расстраиваемся. Покажем этим перцем, как ездят нормальные пацаны. Канкан? Ленивый мальчик? Руки-ноги в стороны? Или вот так? Можно ещё много всяких разных движений показать. MX vs ATV Unleashed — это забавная аркада для хорошего отдыха. Играть в неё приятно и легко. А все эти прыжки в высоту с акробатическими элементами и поворотом камеры надолго задержат вас перед мониторами. Смотрите далее. Бэкьярд Бейсбол 2007 — мультяшный симулятор бейсбола, который будет интересен не только детям. Freakout Extreme Freeride — это самый безбашенный симулятор скоростного спуска на горных лыжах. Пять лет назад компания Ubisoft выпустила очень симпатичный симулятор гонок Формулы 1 — Racing Simulation 3. Отличительными особенностями этой игры стали реалистичное поведение болида на трассе, огромное количество настроек и великолепная модель повреждения. Кроме того, разработчики наделили соперников очень неплохим искусственным интеллектом. Родиной этого вида спорта стала Бразилия. Неудивительно, ведь для игры в пляжный футбол просто необходимы море, солнце и горячий песок. Pro Beach Soccer обладает отличным физическим движком и применением технологии Motion Capture. Pro Beach Soccer можно считать официальной игрой этого вида спорта, поскольку к работам по ее созданию была привлечена Федерация пляжного футбола. Freak Out Extreme Freeride — должно быть самый безбашенный симулятор скоростного спуска на горных лыжах. Вас ждет четыре склона, расположенных в разных концах нашей планеты. Своего спортсмена можно совершенствовать, докупая различные вещи для экипировки. Кроме этого, разработчик — компания Coldwood Interactive — обещает снабдить симулятор мультиплеером, поддерживающим до восьми игроков. Выход запланирован на первый квартал 2007 года. Надежды увидеть Soccer Fury, которую обещали выпустить в 2006 году, уверенно тают. Основным отличием этой игры от бесчисленного множества других однотипных футбольных симуляторов является отсутствие традиционного зеленого поля, ревущих трибун и всех остальных привычных атрибутов большого футбола. Разработчик игры Digital Legends Entertainment решил показать нам, как выглядит настоящий дворовый футбол. Площадка, мяч, ворота и два игрока. Своего рода дуэль футболистов. В Америке бейсбол — одна из самых популярных дворовых игр. И это неудивительно, ведь первый матч состоялся в 1839 году и именно в Нью-Йорке. Специально для самых маленьких фанатов этого вида спорта компания GameBrains недавно выпустила мультяшный симулятор бейсбола Backyard Baseball 2007. Несмотря на детскую направленность, в симуляторы соблюдены все правила настоящего бейсбола. Есть одна очень интересная особенность. Среди представленных игроков встречаются фамилии игроков высшей лиги. Таким образом вы можете увидеть, как играл и как выглядел, например, Александр Родригес из Нью-Йорк-Янкиес, когда ему было 10-12 лет. Игровое меню включает три основных режима. Pick-up game, season play и мини-игры. Поскольку обучающего режима нет, советуем начинать именно с мини-игр. Здесь можно отработать два основных режима. Удар по мячу и захват бас. Бьющий игрок занял позицию и перед нами появился зеленый квадрат. Это зона страйка. Она располагается над так называемым домом и на высоте от колена до груди бьющего. Необходимо внимательно следить за тем, куда летит мяч, поскольку отбивать следуют только те броски, которые попадут в зону страйка. Управление осуществляется при помощи мыши. Сначала выбираем вид удара, затем специальным курсором ловим мяч, брошенный питером, и отбиваем его. Вторая мини-игра учит нас управлять игроками после того, как бьющий попал по мячу. Если это произошло, он должен сразу бежать по базам, расположенным в углах квадрата. Но игроки защищающейся команды не дремлют. Они стараются поймать отбитый мяч и вывести бьющего из игры или в аут. Так и произошло. Один из защитников сумел поймать мяч с лёта, и бьющий сразу попадает в аут. Игроки занимают исходные позиции. Питчер делает замах. Бросок. Отбивающий попал по мячу и со всех ног кинулся к первой базе. Защитники квадрата пытаются догнать хотящийся по земле мяч и передать его на первую базу до того, как бьющий добежит туда. Но удар был очень мощный, и нападающая команда выигрывает этот ининг. Теперь вы готовы к тому, чтобы выступить в сезонных соревнованиях за звание лучшей дворовой команды. Выбираем логотип, основной цвет и набираем команду. Все игроки, несмотря на свой юный возраст, имеют целый ряд параметров. Непосредственно перед началом матча определяемся с тактикой игры и расставляем своих подопечных на поле. Надо отметить, что каждый игрок уникален не только своими умениями, но и также обладает неповторимым характером и меняющимся по ходу матча настроением. «Бэкъярд Бейсболл 2007» безусловно станет хитом среди всех фанатов бейсбола. Но не забывайте, что компьютер никогда не заменит дух и азарт настоящей игры. Смотрите в следующий раз. Той Гольф – самый забавный симулятор гольфа. Вместо зеленых газонов вас ждут кухонные столы, стиральные машинки и раковина, полная грязной посудой. Скутер «Варис» – скитрейсинг на скутерах. При столкновениях техника разлетается на запчасти, а гонщики феерически пролетают расфальтом. Настоящая скутерная аркада. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова